Я вот эту штуку здесь оставлю, потому что потом она нужна будет. Меня зовут Эдик. Я на самом деле победитель конкурса «Симон российского туризма». А сегодня, кстати, день туризма. Поэтому поздравьте меня, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вот. Сегодня, сейчас, чтобы засечь время, у нас, смотрите, у нас, я пока поверх уходил, смотрел на тех, кто сидит здесь, нормальная такая рабочая аудитория. То есть, в принципе, пришли люди, наверное, которые что-то хотят узнать и что-то хотят послушать. Тема сегодняшнего семинара, она называется, ну так может быть странновато для кого-то будет, 99% неудачников Гарварда. Это статистика. Это статистика. Сразу фабулу семинара внесу. Последние 20 лет... Слушайте, так вот как-то... Ну вы не обижайтесь. Когда я к кому-то стою попой, я не хотел. Ну то есть, я просто так стою. Вот. А последние 20 лет, один из ста людей, закончивших, ведущие университеты мира, Гарвард, Ель, Оксфорд, Колумбийский, Итон, один из ста к 60 годам остаются богатыми людьми. Представляете, кто учится в этих университетах? Это деньги династии. Многие колониальные семьи, которые накопили эти деньги столетиями, и эти люди попадают в Гарвард, Оксфорд, Кембридж. Вы понимаете, кто у нас учится в МГИМО, да, в России? Это все ребята, которые туда поступили сами, да? Нет, это совсем не так. Большинство из них туда поступило за деньги. Не такая, но похожая ситуация, она вот во многих, во многих местах в этом мире. И вот эти вот люди, казалось бы, обладатели всего-всего с самого начала, от рождения, почему-то последние 20 лет, 99% из них заканчивают плохо. А мне Инга прислала анекдот на днях, старый такой анекдот, ну, к этому семинару. Чтобы сразу развеять мысль о том, что, ну, сейчас вы поймете, бомж берет газету и читает. И там он читает, ух ты, статистика, 99% неудачников из Гарварда, а 1% из Оксфорда. У меня все зашибись. И вот такая мысль. Но мы не об этом. То есть мы так не думаем на самом деле, но мы просто изучаем процессы. Мы изучаем процессы о том, что человек может очень многое заменить в своей жизни. Этот семинар, он несет еще такую, как бы, мысль, как такая противомажорная инструкция. Очень часто, вот я видел за свою жизнь, то, что заканчивают плохо те, кто очень-очень хорошо начинал. Те, у кого очень потрясающе прекрасная стартовая площадка, офигенные гены и вообще замечательная семья. То есть те, кого вот так вот во дворе называют мажорами. И они очень часто плохо заканчивают. Я думаю, что сила сопротивления в этой жизни у них, она очень маленькая. Она просто, ну, колоссально маленькая, потому что они никакие вопросы не решают сами. Как правило, они не сопротивляются течению жизненному, которое, так сказать, их встречает. И они ничего не зарабатывают. Вот. Один человек, когда-то мне много лет назад, дипломат один наш российский, очень талантливый человек, который знает четыре языка, японский, китайский, английский и корейский. И он мне одну вещь такую говорил. Он говорит, самое главное в жизни. И я это запомнил на долгие годы. Вот я это вам рассказываю, я мог бы, конечно, рассказать как свою мысль, потому что я верю, что это очень важная мысль. Но мне когда-то и рассказали. Он сказал, я верю в дружбу, прежде всего, в жизни. Я сейчас читаю книгу Рокфеллера, и он пишет о том, что самая главная ценность – это дружба. Это самый богатый человек прошлого века. И он пишет, что самая главная ценность – это дружба. И вот этот человек, он мне когда-то говорил, вот самое главное – это дружба. Это то, что касается коммуникации. А там, где нет коммуникации, ничего нет. Потому что бизнес не строится на бизнес-планах, на каких-то там идеях, хотя прежде всего это, конечно, креаторы, это идеи и так далее и тому подобное. Но все строится на коммуникации. Люди, которые больше общаются, они как-то интереснее двигаются по жизни. Обратите на это внимание. И он мне еще такую вещь сказал, которую я тоже запомнил, и я вижу, что она работает по жизни. Он говорит, не важно, какое у человека образование, не важно, какой у него социальный стартовый статус, не важно, на какой должности он работает. Ну, иногда человек идет по головам и растет в своих должностях, занимая одну за другой, одну за другой, одну за другой. Говорит, не важно. Есть только две категории людей, которые умеют решать вопросы, и люди, которые не умеют решать вопросы. И на любом уровне. Вот есть такие люди, которые решают вопросы, и которые не решают эти вопросы. Где бы ты ни был, в школе, в институте, на работе, наемник ты, или ты уже открыл какое-то свое дело, и ты уже создаешь добавочную стоимость. Ты либо решаешь вопросы, либо ты не решаешь вопросы. И вот так вот делятся люди. Есть очень высокие люди с такими уже должностями, но их туда поставили, они выросли в какой-то семье, ему уже 40 лет, а ему до сих пор мама с папой дают деньги. Вы понимаете, о чем я говорю? Я таких видел очень много, и они ничего не решают. И когда-то этому наступает конец. Когда-то этому обязательно наступает конец. И поэтому такая статистика. Поэтому такая статистика. Еще раз к ней возвращаюсь. Один из так, к 60 годам ведущих выпускников, ведущих университетов мира, последние 20 лет, они заканчивают без денег. Это правда жизни. Переходим дальше. Вы улавливаете, что я говорю вообще? Мысль ясна? Ощущения есть какие-то внутренние по поводу связи этих трех мыслей с практикой? Плыть против течения. Вы поняли, что люди решают вопросы, либо не решают вопросы? Вы поняли, что дружба, она есть? Рокфеллер написал эту книгу сто с чем-то лет назад, про которую я сейчас говорю. И он говорит, я понимаю, что сейчас меня молодежь не поймет. И я бы сейчас так же начал говорить, я понимаю, что меня молодежь сейчас уже не очень понимает, потому что я вижу сейчас дружбу меньше с каждым годом между людьми. Но представьте, этот человек об этом писал сто с чем-то лет назад. Нет ничего нового под солнцем. Учимся дружить. Учимся не ходить по головам. Учимся не подставлять. Учимся ценить и быть благодарными за добрые отношения своих друзей во дворе, в классе, в институте, на работе. Это выстреливает. Это выстреливает. Пускай тебя даже опрокинет 50 твоих друзей, но найдется один, кто тебя заметит и кто оценит твои качества, когда ты реально человек, который дружит с другими людьми, и ты будешь подниматься. Люди думают, многие, что чтобы что-то сделать, что-то заработать, что-то создать, надо быть очень умным. Или надо закончить 5 высших образований, 29 еще чего-то курсов и так далее и подобное. Нет. Все определяют ценности. Это факт. У меня рабочий стаж 27 лет. Мне 43 года. Меня зовут Эдуард еще раз. Я начал работать где-то с 14,5 лет. Почему я начал работать с 14,5 лет? Не потому, что мои родители были наркоманы, например. Нет. У меня были нормальные родители. Они очень хорошо, кстати, зарабатывали по тем временам. Но воспитательный процесс, который я ощутил на себе, он был такой, что родители мне не хотели покупать, например, то, что я хотел. Я хотел модную одежду, когда я был подростком. То есть я думал, что это очень важно. Сейчас я знаю, что это совсем не важно. Но когда я был подростком, я думал, что хорошая одежда – это очень важно. И когда она стоила очень-очень дорого в те времена, и хорошую тогда одежду имел, я не знаю, 1% населения даже не имел в те времена. Ну, представляете, какие это были времена? Это был конец 80-х годов. На минутку, да. И поэтому в те времена мы начали заниматься тем, что мы что-то перепродавали. Одежду перепродавали. Брали в одном месте, в другом перепродавали. Это, как правило, было все какая-то, это тогда называлось кап-страны. Из капиталистических западных стран что-то привозилось и здесь перепродалось. И вот на этом мы зарабатывали. В 18 лет мы уже открыли достаточно, на самом деле, серьезный бизнес. Это был какой-то там на границе 90-го года. Нам всем было 18-20, нас было четверо. Я был самый младший, 18, самому старшему было 20. И в течение где-то 2,5-3 месяцев этот бизнес давал квартиру в день. Квартиру в день чистой, легальной, белой, нормальной, честной прибыли. Потом мы все профукали. Так было в жизни несколько раз. Но это никогда не останавливало. Это никогда не останавливало. Я, когда я рос, да, я не ощущал никогда вот какой-то такой особой заботы, например, там от мамы, да. У меня мама очень холодный человек. Очень сильный, очень волевой, очень жесткий, очень холодный человек. Она до сих пор полностью, слава богу, здоровая, бегает, прыгает, ничем вообще не болеет. То есть если сравнить ее здоровое и мое, я усомнюсь, кто из нас здоровее. Она очень-очень-очень-очень-очень здоровый человек. И поэтому она была всегда такой очень холодной по отношению, например, ко мне. И мне все приходилось делать самому. То есть, чтобы вы понимали, уже в 15 лет я не приходил и не говорил, мам, дай денег. Вы понимаете? Ну, кому-то из вас сейчас уже 25, а вы еще просите у мамы денег, да? Я видел, когда человеку 40 лет, и он еще просит у родителей денег. Вот в 15 лет я уже, ну, как бы не просил у мамы денег. И вот с 15 и до 43 сейчас я никогда не просил у мамы денег. Улавливайте. Но я постоянно езжу к маме, трачу на это деньги, и вот таким образом все происходит. То есть в 15 лет я уже знал точно, что я сам себя содержу. Сам зарабатываю и сам на это живу. Это было прикольно. Но я не рекомендую и не желаю всем вот так, как я, вот Рост, да? Ну, на самом деле. Потому что я думаю, есть более лучший сценарий. Но вывод какой можно сделать из этого? Почему я так рассказываю, как в детском садике? Потому что я смотрю, что здесь в основном молодежь, да? Здесь в основном молодежь. И здесь вот такой, на самом деле, золотой кладезь. То есть вы можете еще очень много сделать. Я думаю, не обязательно вот этот семинар вообще, он там про мажоров, да? Но я, ну, так как я вижу, вот возрастной контингент такой, то есть нет смысла даже углубляться, да? Я думаю, мысль основную вы поняли, да? Надо сопротивляться, надо дружить, надо учиться, надо работать. И надо очень-очень-очень быстро. Вот пока тебе как раз вот твои 15, 18, 20, нужно думать о том, как ты можешь создать добавочную стоимость, чтобы что-то создать и продать, либо купить и продать, или перепродать. И вот в эту сторону надо постоянно размышлять. Если ты думаешь, что это однажды придет, это никогда не придет. Большинство людей думают, каким образом? Что? С Нового года у меня начнется новая жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, вы загадывайте вот это. Вот с Нового года, с дня рождения, с понедельника. Для меня лично уже давно потеряло значение, какой день недели. Раз. Какой год-два. Какое время года-три. И мне вообще, вообще все равно. Я не испытываю никаких ощущений от отмечания Нового года. Потому что я знаю, что ничего не изменится с наступлением Нового года. Ничего не поменяется с наступлением понедельника. И с дня рождения моего следующего ничего не поменяется. Меняется все каждый день. Вот сегодня, сейчас я меняю свою собственную реальность, рассказывая вам о чем-то. Почему? Да потому что я себя продаю. Может быть, кто-то из вас потом купит наш семинар. Или придет к нам на коуч. И я работаю сейчас на самом деле. Хотя это бесплатный семинар. Но тем не менее, я все равно себя продаю. И как говорила Яна Рухтковская, продюсер Билана, она говорила, все, что не некролог в современном мире, это пиар. И это продажа. И это правда. И мы сейчас с вами работаем и взаимодействуем уже сейчас. Моя цель сейчас, конечно, чтобы вот у кого-то из вас, если хотя бы у одного человека родится что-то внутри, что изменит завтрашний день его собственный, это будет успех этого семинара. Хотя бы у одного человека. Если хотя бы кто-то один запомнит хотя бы 20% из того, о чем мы говорим, и применит это в практике, это тоже успех. Я бы, если бы я сидел на таком семинаре, я бы поверил мне, и я понял, что надо дружить, надо работать, надо быть нормальным человеком, и надо срочно что-то сочинять. Надо срочно думать по поводу того, как я могу заработать. Что я могу создать в этом мире. Не обязательно ты можешь что-то сделать такой прямой, прямая продажа. Вот я здесь вижу, сидит человек, играет, например, на скрипке очень хорошо. Это тоже. Это когда ты начинаешь делать что-то лучше, чем кто-то другой, это что происходит? Кто-то это увидит и купит. Сразу приходят деньги. Когда ты начинаешь делать что-то лучше, чем кто-то другой, на это приходят деньги. Потому что люди хотят это купить. Вы понимаете этот закон, нет? Точно? Кто понял, вот честно? Отлично. Ну вы тогда активнее как-то. Потому что я думаю, друг я сейчас сказал на японском, который я не знаю. Нет, все поняли. Это хорошо. Есть такое правило. 72 часа. Вы слышали об этом правиле? Вот сейчас сидишь и слушаешь, и думаешь, да? И думаешь, слушай, а чего же я не попробовал ящик Кока-Колу вчера взять и перепродать? А была же возможность. Образно, образно, да? И вот когда ты принимаешь решение, что ты что-то начнешь делать, если ты не начнешь это делать в 72 часа, которые вот будут завтра, послезавтра, послезавтра, то ты не начнешь это делать. 90 с чем-то процентов, если ты не начнешь это делать в ближайшие 72 часа, ты не начнешь это делать вообще никогда. Вот просто никогда. Поэтому не надо ждать Новый год, не надо ждать день рождения, не надо быть мажором, надо просто начинать и делать. Мы договорились? А у кого возникла идея, пока вот он меня слушал вот эти 15 минут, что вот что-то надо предпринимать новое в жизни? Я не знаю, раньше вставать или позже вставать, или начинать что-то продавать, писать книжку, собирать марки, бегать вокруг дома, заниматься еще чем-то. Есть мысли у кого-то? Есть мысли. То есть их надо как-то запомнить, записать и начать их как-то делать. А у кого есть мечты? У меня раньше тоже были мечты, а потом я услышал одного умного человека, и он сказал, а у меня нету мечты. Он сказал, у меня нету вообще никогда мечты. Он говорит, у меня есть только цели. И я подумал, что в том, что он говорит, есть правда. И сейчас у меня тоже уже нету мечты. У меня есть только цели. И цели, которые есть у меня, это только те цели, которые реально я могу измерить. Цели, которые я вижу, что я реально их могу достичь. Я вижу промежуточные стадии. И если я вижу все промежуточные стадии, значит это стопудово та цель, за которую надо браться. Потому что если я вижу все промежуточные стадии, любые препятствия, любые отклонения, любые задержки, любые катаклизмы, все это вопрос времени и преодоления. А счастье, оно вообще в преодолении. Если вы вспомните какие-то моменты счастья, ну помимо того, что вкусно поел, поел арбуз и я счастлив там. Ну да, это некая такая степень удовольствия, но это не счастье. Но если вы вспомните реально какие-то результаты, когда что-то приходило в вашу жизнь, чего вы достигали, добивались, то что вы каким-то образом за что-то вы боролись и вы увидите, что это все было в преодолении. И как только вы этого достигаете, вам это уже неинтересно. Вы понимаете, о чем я говорю? Ощущали? Вот, все, это уже есть и это уже вчерашний день. И вот уже вчерашние заслуги, вчерашние награды, вчерашние премии, вчерашний заработок и все. И уже ничего не интересно. И все, что интересно, интересно только то, что уже будет. И это тебя драйвит, это тебя просто плющит. Тебя это просто заряжает и ты идешь. Потому что если ничего не заряжает, что происходит? Человек лежит на диване. А кому бывает скучно? Ну честно. Вот я вам скажу абсолютную правду про себя. С 20 лет, а мне сейчас 43 еще раз, 23 года, я ни разу не испытывал состояние скучно. Вот последние 23 года мне никогда не было скучно. Честно говорю. Вообще никогда не скучно. Я все время думаю, только вот если бы сутки были не 24 часа, а, например, 60 часов, да, вообще не важно сколько часов, я бы все равно заполнил, и мне бы не было скучно, мне было бы интересно, мне вообще интересно жить. Я не могу наобщаться со всеми людьми, с которыми я могу наобщаться, не могу прочитать всю информацию, которую я могу прочитать, и мне хочется, потому что нет на это времени просто, потому что всего хочется. Я люблю жизнь. И мне интересно все вот эти вот процессы, которые проходят вокруг, вообще любые процессы. Люблю закат, люблю рассвет, люблю море очень сильно, люблю небо, люблю летать на самолете, люблю ехать на машине, люблю водить, люблю не водить, люблю ходить, люблю очень много сидеть в кафе, чтобы было несколько человек, и чтобы о чем-то мы говорили, 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 говорили. это называется жизнь. Это реально, это называется жизнь. Целые страны, они живут вот так, как я говорю. Они живут. Южные страны все живут. Там Греция, Испания, Италия. Вы думаете, это отвлечение от темы? Нет, это правда. Есть такие вот другие страны, где я рос. Я рос в Прибалтике. Ну, чтобы вы понимали, насколько я там рос. С мамой я никогда до сих пор не разговаривал на русском языке. Понимаете, о чем я говорю? То есть я наполовину оттуда. Я очень хорошо знаю центральный европейский менталитет, прибалтийский менталитет, северно-европейский менталитет. Это люди, которые все время чем-то заняты. Ну, еще америкосы есть, американцы еще тоже. Это люди все время что-то делают. Они все время что-то делают. Они все время... Они заняты, 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 заняты. Тайм-менеджмент. Одни курсы, другие. Пятая степень тайм-менеджмента. 29 уровень тайм-менеджмента. Все, мы все сделаем, 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 сделаем. И вот смотришь, результаты ноль. Вот сколько я таких стран видел, сколько я людей знаю. И результаты ничуть не больше, чем вот здесь, Здесь, например, среднестатистический прибалт, среднестатистический москвич. Кто живет лучше? Среднестатистический москвич. Ну, кто такой среднестатистический? Ну, хочется сейчас, конечно, сказать, но меня предупредили, что записывается. Вот есть люди, которые-то и живут, а есть люди, которые существуют. Один известный наш бизнесмен московский, ресторатор, он сказал, говорит, есть люди, им звонишь, а он постоянно куда-то идет. У него постоянно какая-то встреча, у него с кем-то там какие-то разговоры, переговоры. Все там, все время что-то вот это. И вот так вот, и круглый год. И он говорит, у меня в год серьезных 5-6 встреч. 5-6 встреч. Человек знает вся Москва. 5-6 встреч в год у меня, говорит, серьезных встреч. Я, говорит, я реально не понимаю, реально не понимаю, чем они все время заняты. Я когда приезжаю в Прибалтику и своим, ну, одноклассникам, друзьям звоню, и они, то есть, с ними надо очень четко договариваться. Правда, как только они со мной встречаются, сразу их график разрушится. То есть, когда я приезжаю, графики моих одноклассников рушатся сразу на неделю. Вот, но до того, как мы встретимся, первое, они мне по телефону что-то рассказывают о том, что они очень-очень сильно заняты и очень-очень много делают. Почему так происходит? Вы понимаете? Потому что люди занимаются неэффективными вещами. То есть, люди занимаются вещами, которые не приносят прибыль. Так же, как мажор прожигает свою жизнь и деньги родителей, то же самое, если человек работает как мельница или как белочка в колесе и делает какие-то вещи, которые не приносят плюс. Это бессмысленно. То есть, ты просто тратишь свое время, ты гробишь свое время, ты даришь свое время. Если твое время не приносит плюс, либо в повышении квалификации, либо в увеличении дохода, то это бессмысленно. Это бессмысленно. Но тебе кажется, что ты все время делаешь что-то. Рокфеллер, он сказал одну такую фразу, еще раз напоминаю, это самый богатый человек прошлого столетия. Он сказал такую вещь. У людей, которые работают с утра до вечера, у них нет времени зарабатывать деньги. Он сказал, люди, которые работают с утра до вечера, не имеют времени для того, чтобы зарабатывать деньги. Правда, жизнь еще одна. Деньги зарабатываются в свободное время. Сейчас вот давайте об этом поговорим. Как ты думаешь, сколько у тебя времени в год свободного? Среднестатистический человек. Как вы думаете, какие версии есть? Ну, кто смелый? Какие версии? Сколько времени в год свободного? Тысячи часов. Ну, 300 в днях. Давайте вот округлим. Сколько дней свободных в год у среднестатистического москвича, россиянина? Сколько? Месяц. Какие версии? 21 день. Вы считаете на калькуляторе? Какие еще версии? Весь год свободный. Ну, смотрите, ну, давайте, если, то есть, ничего такого умного я сейчас не хотел придумать. Если вы сейчас на калькуляторе, да, посчитаете часы, средний сон, часы, выходные дни, праздничные дни, получится 120 дней в году свободных. Сколько всего в году дней? 365. Вот 120 дней у среднего статистического человека свободны. Это правда. Посчитайте на тетрадке, на калькуляторе, сами себе посчитайте, увидите сейчас это. Просто все выходные, все праздники, переведите средний сон, и вы увидите 120 дней. И это правда. Куда уходит это время? Это время просто профукивается. Все, что не происходит здесь, оно происходит по поводу времени. И одни люди, они продают свое время, а другие люди, они покупают свое время. Одни люди, они продают свое время, а другие люди, они покупают свое время. Для меня великим удивлением было прочитать это в книге у Рокфеллера, который жил 150 лет назад. Вот это я считал сегодня. Это я знал по поводу времени. Я об этом неоднократно семинарил уже. И кто-то, может быть, кто был на моих семинарах по несколько раз, на разных, вы это слышали. Потому что это один из основных законов, которые мы постоянно повторяем. Но я удивился, что человек, который жил 150 лет назад, он об этом написал. Он написал о том, что все происходит по поводу времени. Ты либо продаешь время, либо покупаешь время. И если ты еще работаешь на кого-то, а большинство людей работают на кого-то, и большинство людей до конца жизни работают на кого-то, это нормально. Но даже работая на кого-то, ты можешь создавать механизмы, когда ты будешь не только продавать свое время, но одновременно покупать чье-то время. То есть люди будут работать на тебя. Если ты, например, бармен или ты официант, вы понимаете, любая работа, что происходит? Вы приходите в 9 утра на работу, до 5, до 6 работаете, вы понимаете? И что происходит? Вы, 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 вы осуществляете какой-то труд, за это вам что платят? ЗП. Ситуация с другой стороны. Вы наняли человека, который убирает этот двор, работает барменом, строит сцену. Процесс происходит, правда же? Но вы в нем не участвуете. Это то, к чему надо стремиться. Но если это не понимать, то ты до этого не дойдешь. С 27 лет у меня стаж. Как вы думаете, сколько я работал на работе с 8 до 5 из этих 27 лет? 25 лет? Еще какие версии? Вот из 27 лет с утра до вечера я работал один год. Один год из 27 лет. Но инстинктивно я всегда понимал эти законы. Сейчас я о них рассказываю, но инстинктивно я их всегда понимал. Я как-то понимал, столбиком я умел складывать, учился, я так себе могу сказать в плане математики. Но сложить цифры какие-то, их округлить как-то, я понимал. Я понимал, что если линейным способом жить, не важно, что линейное умножение твоего времени, твоих способностей, линейное умножение твоих денег, ну в кавычках умножение, оно практически отсутствует, если оно линейное. Ничего не произойдет, если мы что-то не поменяем. Ничего не произойдет ни на Новый год, ни Дедушка Мороз, ни какой-то, ну если только где-то дядя в Америке умер, оставил наследство, ну я сейчас шучу, ну так бывало, я читал в газетах, но очень маленького процента населения. Все остальное то, что ты сделаешь сам. И ты это не начнешь делать, если ты это не поймешь. Если ты не поймешь, то все по поводу времени, никто тебя не убивает, мы не живем в крепостном праве, мы не живем во время рабовладения, мы живем в свободной стране, где можно заниматься бизнесом, где свобода вероисповедания, свобода слова, это реально свободная страна. И в этой свободной стране ты можешь, хочешь продавать джинсы, хочешь продавать кока-колу, хочешь производить изделия из кожи, из дерева, чего хочешь делай и создавай добавочную стоимость. Хочешь создавай сферу услуг. Чтобы что-то изменить, нужно просто это по-другому увидеть. Если ты не увидишь что-то по-новому, ты не начнешь делать это по-новому. Кто был на нескольких наших семинарах, вы все это, конечно, слышали. Но тех, кто первый раз и все это ради вас, если ты не увидишь что-то по-новому, ты ничего не начнешь делать по-новому. И вот вся вот эта загвоздка современного мира, 21-го столетия, ты должен увидеть все по-новому. Просто увидеть все по-новому. Свою жизнь по-новому, себя по-новому, свои способности по-новому, свое окружение по-новому. Все увидеть по-новому. И ты должен думать головой. Я рассказывал уже на одном из семинаров. Один человек, который стал очень богатым в 20 с чем-то лет. Он говорит, у меня просто есть одна привычка такая. Я думаю, думаю минимум час в день. Думаю. Я смотрю на свою жизнь и я думаю. Я это услышал несколько лет назад. И до того, как я услышал его интервью в телепередаче, я никогда не задумывался о том, что я живу и я не думаю. И вдруг меня озарило. Реально это было, я не помню сколько лет, 12 может быть назад, 15. Но до того момента, то есть я жил уже взрослый человек, сознательный, я не думал. И я понимаю сейчас так же, что большинство людей, они не думают. Они просто идут по накатанной. Встает с утра, идет на какую-то работу, идет куда-то просто, он учится, потому что он учится. Вот он сейчас на первом курсе учится, второй курс, третий, четвертый, пятый курс. И потом он первый раз подумал. Вот он отучился 5 лет и он подумал, а мысль какая? Мысль изначально же тупая. А мысль просто, куда пойти работать? Нет, сама по себе мысль хорошая. Но это просто единственная мысль, которая, ну так все думают, ну куда пойти работать? Все, я сел и я думаю, куда пойти работать. И я пошел куда-то работать. И если меня уже взяли стабильно куда-то работать, то я опять не думаю. И опять несколько лет. Я опять либо не приперла, либо пока тебя оттуда не поперли, либо пока уровень заработной платы стал настолько низким, что ты понял, что уже ситуация безвыходная и надо что-то делать. Просто нужно что-то предпринимать. А все это время просто я живу и я не думаю. Когда я это услышал, я начал думать. У меня сейчас тоже есть привычка, я думаю. Я увидел, что это наслаждение, этот процесс, просто сидеть и думать. Можно спокойно в день, полчаса, час просто сидеть и размышлять. Просто думать, просто размышлять. Нужно читать, интересные какие-то вещи. Это все производит идеи. Вы знаете, один раз я увидел что-то по-новому. Самая старая компания в Европе, самая большая компания в Европе, которая занималась страхованием путешествий. И вдруг я увидел один сегмент у них, а им больше 100 лет. С них началось страхование путешествий. Вдруг я увидел просто один сегмент. Сейчас не буду в детали вдаваться. Просто сегмент, который, на мой взгляд, отсутствовал. Который можно было бы применить в России. Я с ними вел переговоры полтора года, чтобы их убедить. Я их доубедил, потом мы это внедрили. И мне с этого несколько лет просто капали деньги. Небольшие деньги, но они просто капали, я ничего не делал. И все, что произошло, я просто увидел в том, что уже было, что-то по-новому. И я это осуществил. Я это осуществил. В международной компании. Это возможно. Что-то мы создаем с нуля. Что-то мы рождаем. Но большинство процессов мы просто добавляем. Мы просто из того, что есть, мы видим что-то по-новому. Мы вдруг понимаем, что это можно внедрить, можно адаптировать, можно продать. И мы это делаем. Вы понимаете, о чем я говорю? Как быстро время бежит. Вот это все по поводу времени. А, кстати, кто смотрел фильм «Время»? Смотрите. А давайте, знаете, как сделаем. А ролик? А есть кто ролик может поставить, видеоролик, который у нас должен был быть маленький? Он нам не нужен даже весь, но там буквально 20 секунд, например. Кто-то есть на видео? Алло. Ребят. Будет, да? Хорошо. Вот сейчас мы не будем его полностью смотреть. Просто посмотрим 20 секунд и просто перейдем уже к анонсу того, что мы вообще делаем. Мы проводим вот такие вот семинары. Часть из них проводим бесплатно, но часть будем проводить платно. Мы сообщество людей, которые просто мыслят. Мыслят, да? Еще раз. Ролик что? Я не знаю, можете просто любой поставить. Просто поставить. 25 секунд. Нам не нужен даже целый, просто 25 секунд. Даже не подозревают, что из корней одуванчика можно приготовить вкусный и полезный кофейный напиток. Это Елькин на Первом канале. С брюшкой кофе нам понадобится 2-3 крупных растения. Очищаем от земли. Промываем. И отрезаем корни. Измельчаем. Можете выключать. Посыпаем на сухую сковороду. Вот этому парню, ему 27 лет. Он шеф-повар. В Москва-Сити, в престижном ресторане. Всю эту группу ресторанов курирует повар с Мишленовской звездой. Это самая высшая категория вообще. Ну, чемпион мира, например. Вот если вы из этой сферы. Вот этот парень, он уже шеф-повар. Почему? Когда я с ним общаюсь, я вижу, что он постоянно видит что-то по-новому. Когда он рассказывает про еду, я бывал в сотнях ресторанов. Просто в сотнях. В Париже трудно найти там Мишленовский ресторан, в котором я не был. Есть, конечно. Но реально я был в них просто во всех ведущих. Это факт. И когда он рассказывает про еду, я, открыв рот, просто слушаю. Просто открыв рот, слушаю. Этот человек просто видит что-то по-новому. Он видит что-то по-новому. А потом берет и делает это по-новому. Почему? Потому что он любит свою профессию. Он в ней развивается. И он делает это лучше, чем другие. И когда он начинает это делать лучше, чем другие, что приходят, приходят деньги. Приходит работа. Это видят люди, которые на самом деле это ценят. И таким образом он поднимается. Будет его, кстати, семинар 22 октября. Мы потом еще об этом сейчас скажем. Смотрите. Это была, можно так сказать, как презентация. Потому что мы не можем раскрыть ни одну тему. Вы сами это понимаете. Я просто приглашаю вас посещать наши и платные, и бесплатные семинары, которые мы проводим минимум раз в неделю. Я искренне верю в то, что человек, он может что-то сделать. Вот любой человек. Я не видел еще ни одного человека, чтобы можно было бы сказать, это дебил полный. Или это даун. Или это, ну, реально. Более того, когда многие люди думают по поводу каких-то людей, что у них ограниченные способности, эти люди, они более талантливы. Вы замечали такое? Люди с ограниченными возможностями, как это принято называть, они очень часто талантливы совершенно в других вещах. Они очень талантливы. Но по поводу увидеть, вот что хочу еще сказать по поводу увидеть. Кто знает такой сервис Alibaba? Так мало людей знает. Молодежь, это китайский сервис по продаже онлайн, интернет-торговля. Это сейчас один из самых богатых людей в мире. Если говорить там про интервью, то, наверное, самая длинная очередь стоит из журналистов, чтобы взять у него интервью. И знаете, что он говорит по поводу того, как открывать свое дело, почему люди зарабатывают, либо не зарабатывают деньги? Он говорит, что люди, вот у него несколько пунктов, вот несколько пунктов успеха. И только один пункт у него по поводу того, что люди достаточно медленно действуют, то, что надо быстро действовать, просто брать и действовать. Правило 72 часов. Но все остальные его пункты по поводу успеха, они о том, что люди не видят возможности. Представляете, вы читаете первый пункт, и он формулирует о том, что люди не видят возможности. Второй пункт, то, что люди не видят возможности. Третий пункт, что люди неправильно видят возможности, они не заметили возможности. Все по поводу того, что ты увидел, либо не увидел. Ты просто этого не видишь. Чтобы это увидеть, над этим нужно работать. Над этим нужно работать. Это не сделает никто, ни я, ни твои друзья, ни Дед Мороз, ни преподаватели, ни бизнес-тренеры, никто просто не сделает. Только ты. И тогда ты начинаешь действовать. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, когда мы работаем с людьми, то, что мы пробуем увидеть твои способности, услышать то, о чем ты думаешь, и попробовать реализовать это на практике. У нас будет просто целый огонь вообще семинаров до конца этого года. Потрясающие будут спикеры. У нас будет один семинар, один семинар просто, ну вообще. Этот человек, он преодолел границу в бизнесе в миллиард долларов. В миллиард долларов. Этот семинар будет не дешевый, но он очень эффективный. Что меня удивило по поводу наших семинаров за прошлый месяц, я могу сказать. Когда мы делали семинар Святослава Ушакова, человек, который победитель конкурса «Золотой орел», «Московский кинофестиваль», сделал несколько международных проектов, известный мультик «Белка и стрелка». Вот только на мультике «Белка и стрелка» заработок был 12 миллионов долларов. 12 миллионов долларов. И я бы спросил, допустим, у аудитории вопрос. Ну, ответ я на самом деле знаю на этот вопрос. Как часто ты общаешься с людьми, которые делают что-то такое одноразовое, чтобы вот так взять и за два месяца заработать 12, например, миллионов долларов? Много таких у тебя знакомых? У тебя много? У один человек, у него много таких знакомых. У меня таких знакомых немного. Хотя, ну, у меня периодически я встречаюсь с интересными людьми. Но, ну, и знаете, что произошло? Этот семинар был бесплатный. И на нем было 40 человек. И я просто офигел. И знаешь, в чем фишка? Люди не видят возможности. Люди просто не понимают, куда надо идти, а куда надо не идти. Кого надо слушать, а кого не надо слушать. С кем надо общаться, а с кем не надо общаться. Если бы мне было 20 лет или 25 в свое время, 16 лет, и мне бы сказали, что сейчас будет человек у нас через неделю, который просто вот так вот с одного проекта 12 миллионов долларов, а еще у него много разных проектов, это будет бесплатно, я бы там был первый. Я бы приехал еще в обед, потому что я бы думал, что вдруг не останется свободных стульев. И я бы просто там бы сидел и ждал. И так я всегда делал, на самом деле, когда попадаются интересные люди. Я никогда не упускаю эти возможности. Но я понял, что люди, они реально не втыкают. После этого семинара, а я знал, что такое настроение у молодежи современной, и я его предупредил, будет 20 человек, сказал я ему. Ну было 40. Ну он знал, что будет 20 человек. Но внутри, конечно, мне было не очень приятно, потому что там зал на 70 человек. О чем я говорю? Это к теме этого семинара. Попробуй видеть возможности. У нас будет серия платных семинаров. Декабрь, ноябрь месяц. Будут известные телеведущие. Будут модели. Мисс Тамбру, вице-мисс Москва. Будет одна телеведущая. Будет один человек из очень известной журналистской семьи. Людмила Белоголовцева. Знает 6 языков. Открыла классный стартап в прошлом году. Пазл-тур в городе Москва. Реально уникальный человек. Выпускница МГИМО. И, соответственно, по фамилии вы понимаете, из какой она семьи. Вот. У нас будет Аня Данилова. Это мисс Одесса, вице-мисс Москва. Куча там всяких мисс на модных телеканалах всяких. Она там что-то вела. Если индекснуть, я просто не слежу за вот этими всякими модами и так далее. Она будет это делать. У нас принципиальное согласие дала Александра Глотова, телеведущая. Но мы еще не провели досконально точно, когда это что будет или как. Но она сказала, что это интересно. Вот. У нас будет человек, самое главное, человек, еще раз, который перешагнул миллиард долларов в бизнесе. Это будет мега-семинар. И у нас, может быть, будет еще один экс-министр. Помимо всего этого, наши собственные семинары, которые мы не отменяем. Я считаю, что вот мои семинары, например, они тоже очень хорошие. Они очень могут тебе помочь. Мы это будем два месяца делать все платно. У меня есть коллега, Карин. На секунду. Прыгнешь, обойдешь, как сделать? Вот ее зовут Карина. К ней можно подходить. Она может вам рассказать условия, на которых будут эти семинары. Ближайшие два месяца. Еще будут персональные коучинги. То есть, если вы хотите, например, чтобы кто-то из нас или группа нас, а мы это можем делать групповым образом, ввести вас месяц, два, три месяца, мы можем это делать. Это не дешево. Это дорого. Заранее предупреждаю. Но это стоит того. 22 октября будет кулинарная студия Влада Елькина. И 2 октября у нас будет семинар от одного из самых лучших инстаграмщиков России. Они себя очень скромно позиционируют, что они входят в двадцатку. Они на самом деле входят как минимум в пятерку. То есть, я не имею в виду инстаграмщик, который себя постоянно вот этот вот селфи-селфи-селфи и подписчики-подписчики. Я не о том говорю. Я говорю о том, что это человек, который, например, создавал аккаунт, ну, грубо говоря, миллион пользователей. И это не мертвые подписчики, а это целевая аудитория. То есть, если у тебя, например, тебя интересует косметология, или тебя интересует туризм, путешествие, тебя интересуют продажи джинсов твоих, он, они это делают. Это целая компания, они это делают. То есть, они, в общем, вы понимаете, да? Они собирают вашу реальную аудиторию. Вот, собственно говоря, презентация моя закончилась. Три дня Карина будет здесь. Сегодня, завтра, послезавтра она будет гулять. Это будут все платные семинары. Вы можете к ней подходить, узнавать. И если вам это интересно, можете пользоваться. Если не интересно, соответственно, и не интересно. Карина, спасибо. Я сейчас тогда буду заканчивать. Смотрите. Мысль, которую я хотел сегодня донести бесплатно. Я искренне верю, что каждый человек, он может что-то создавать. Один, кстати, из семинаров, которых я буду вести в ноябре, он будет называться «Почему в кризис? Лично я имел заработную плату не менее машины в месяц». Вот так мы его назовем. Вот лично я в этот кризис. Это заработная плата. Я не говорю о каких-то проектах. У нас еще и какие-то проекты. Какой-то может выстрелить, а какой-то может не выстрелить. Какой-то может дать доход, какой-то может не дать доход. Я говорю о следующем. О заработной плате. То есть это чистая наличная заработная плата, которую можно стратить на мороженое. Я верю, что случайностей в этой жизни не бывают. Я несколько раз банкротился. И моя ценность по поводу этого семинара не в том, что когда-то я много зарабатывал или еще, может быть, когда-нибудь заработаю, а может, и не заработаю. Я не знаю. Ценность вот этого всего, о чем я говорю, ценность моей личности в том, что я никогда не сдаюсь. И если даже я был однажды в депрессии, может быть, года два, и мне трудно было что-то делать, потому что я попал в очень сложную такую ситуацию, это как-то на мне отпечаталось очень серьезно. Но я никогда не сдавался. Поэтому я искренне верю в то, что Черчилль когда-то сказал свою знаменитую речь, когда он вышел перед студентами, и он сказал всего шесть слов. Никогда, 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 никогда не сдавайтесь. И ушел. И это правда. Поэтому ценность моя и то, что я могу донести до молодых людей, она заключается в том, что я могу реально каким-то образом заряжать человека не сдаваться. Заряжать человека подниматься и просто совершать попытку. Пятидесятую попытку, сотую попытку, двести пятьдесят девятую попытку. Неважно, с какой у тебя будет попыток. Это не просто слова и не просто семинар, чтобы сказать, что Эдисон не сдавался девятьсот там с чем-то раз. Нет, это не так. Это практика. То есть если ты будешь что-то постоянно пробовать, что-то получится. Мы говорим сейчас в данный момент о деньгах. То есть я не могу тренировать спортсменов, я не спортсмен. Но если мы говорим о том, чтобы что-то создать, что-то придумать, просто надо не сдаваться. Я искренне верю, что если мы не сдаемся и мы идем, 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 но это надо делать каждый день. Если ты даже завис в депрессии на два месяца, неважно, ты потом опять встал и ты пошел. Но для этого нужно увидеть что-то по-новому. Когда я был молодой, послушайте, я считаю, что каждый из нас должен быть креатор. То есть человек, который постоянно что-то создает. Что-то создает. Но сначала он создает идеи. Когда я был совсем мелкий, я ходил к богатым дяденькам. Это был конец 80-х еще. Вот этот вот перепутье 80-х и 90-х. Я ходил и говорил, слушайте, надо бурить скважины, покупать скважины. Вода будет просто мега ходовым товаром. Вы помните, кто-то помнит вообще, или здесь все очень молодые, когда воду пили из крана? Помните? Ну, я помню, как раньше мы пили воду из крана. Я уже много лет не пил воду из крана. Но когда-то так было. И я ходил реально к богатым прямо людям и говорил, вода, это миллиард, это вообще. Я тогда слово миллиард, правда, не знал, это я сейчас соврал. Я просто говорил, что будет много денег, это вода. И мне надо мной смеялись. Реально говорю, Эдик, все пьют из крана. Эдик, ну это фантазия. Но это не актуально. Может быть, через 200 лет, когда закончится вода на планете Земля, да и на Марсе, может быть, найдут самый богатый человек Китая, вот до Алибабы сейчас, да, это человек, который занимался водой. Потому что в мире более миллиарда людей ежедневно не имеют питьевой воды. 67, кстати, процентов людей на Земле не имеют круглосуточного доступа к электричеству. Каждый второй живет на 2 доллара. И каждый четвертый на 1 доллар. Я говорю это потому, чтобы ты понял, что ты очень хорошо живешь. Это факт. Просто это очень хорошо надо как-то использовать. И реально, и реально просто люди не верили. Потом я, знаете, еще говорил, я ходил по богатым людям и говорил, правда, уже по менее богатым, и говорил, надо фасовать рис, гречку, вот это вот крупы. Кто-то помнит времена, когда они не были еще расфасованы, а просто мешками продавались, пару человек, тройка помнят. Так было. И мне говорили, Эдик, ну если с водой еще лет через 200, то вот это точно фантазии. И потом все это начали фасовать. И в жизни у меня было несколько раз, когда я видел какие-то вещи наперед. Но тогда у меня не хватало, просто не хватало вот этого внутреннего чего-то такого. Вот был менеджмент идеи, но менеджмент продвижения, адаптации и проталкивания, и продажи его просто не было. Вот об этом мы тоже учим на своих семинарах. Потому что ты можешь что-то увидеть по-новому, да? Но чтобы это продать, чтобы на это получить результат, это гораздо труднее. Процентов 10 надо увидеть по-новому, но процентов 90 как это все продать? Как это все довести до того, чтобы это монетизировалось, и чтобы деньги у тебя оказались в кармане? Об этом мы говорим на наших семинарах. Об этом мы будем коучить. И я точно знаю, что мы поднимем там, ну человек 10, я почему-то вот верю, что человек 10 мы поднимем вот таких ребят, которые, ну реально, потом вот на которых можно будет вот прямо пальцем показывать. Помните, какой он был там 5 лет назад? И что сейчас произошло? И вот это будет классно. Вот это вот будет круто. Я помню, когда я первый раз услышал группу Татум, когда я еще не был в ротации, я ее крутил целое лето прямо, целое лето, нас не догонят. Их не было еще, они не были звездами. И ребята, которые слышали то, что я слушаю, знают, что я когда-то занимался там музыкой, они говорили, Эрик, ты что вообще с ума сошел? Как вот это попса. Я говорю, а я им говорил, это будет первая группа мирового уровня российская, которую услышит весь мир. И потом так и произошло. Когда районы, вокзалы, я услышал просто дворовую его пленку. Его вообще не было тогда ни в эфире, ничего нигде. Просто кто-то через знакомых там, ну потому что в творческой среде есть знакомые. Я услышал и сказал, ух ты, вот это то, что сейчас нужно России, этот чувак раскрутится. И прошло буквально там, очень там мало, через полгода я его везде услышал. Это называется тренд-сеттинг. Ты просто видишь, ты что-то видишь, но ты думаешь на эти темы, поэтому ты видишь. Но следующий этап, ты просто берешь и ты что-то пытаешься сделать. Правило 72 часов, ты ничего не начнешь делать по-новому, если ты не увидишь что-то по-новому, и у нас все изменится. Вы что-то получили сегодня? Я думаю, нам нужно уже сделать перерывчик, потому что у нас сейчас через 20 минут начнется вторая часть. Поэтому если вас интересуют платные семинары, вы подходите к Карине. Она вам рассказывает все безумные цифры и названия семинаров, список всех спикеров я вам рассказал. Единственное могу сказать, у Карины будут условия. Вы можете по льготной стоимости купить ближайшие три дня абонемент на все наши семинары. Просто вот на все, которые будут, это можно сделать по льготке, если это произойдет в ближайшие три дня. Если нет, то мы будем дальше двигаться. И еще, постоянные члены 2014 года и 2015 года, клуба успеха, который мы, так сказать, продвигаем, они будут ходить к нам бесплатно на все семинары. Те, кто к нам ходил уже позапрошлым и в прошлом, и в этом году. Вот те, кто были постоянные, для вас все бесплатно. Всех остальных мы будем брать теперь только за дополнительную стоимость. Спасибо вам большое. Вы прекрасные ребята и все получится.